всем привет и добро пожаловать на мой канал мы с вами некоторое время не виделись кто не знает сейчас расскажу несколько дней назад меня выписали из госпиталя из ковидного и вот я уже несколько дней дома сейчас расскажу чем я занимаюсь как я себя чувствую и все остальное ну слышите да что я еще тяжело дышу иногда задыхаюсь не знаю от чего это зависит странная болячка очень странная иногда я ощущаю себя как будто вообще ничего не со мной не случилось как будто ничего со мной не не было никаких болезней никаких там 45 процентов поражения легких как будто вот вот встала и пошла так как обычный день а иногда прям все час минутку стучится мой собакину стучался чарлик я потерял как это так хозяйка куда-то и 2 бежит в общем короче все в сборе и сюда и дети от на ручке вот они мои красавцы смотрите на них чарлики жосики лохматый тебе причесать прическу и лиза идет ну если я буду показывать уже рук нету так давайте-ка мальчики бегите вообще вот иногда чувствуешь себя прям бодрячком иногда прям вот знаете такая патина нападает вот ничего не хочется делать не вставать не лежать не в фильм сайт вот ну вот вообще просто руки не поднимаются но я держу себя в руках стараюсь не расслабляться что называется сварила борща приготовила там второе сейчас опять посторонние будут в кадре потому что елизавета пришла до кошат и пришла иди сюда вот до тяжелого приготовления пищи они дошла ну там типа пироги которые мы с которыми там долго надо возиться устаю от этого но такое что не там по быстренько конечно готовлю короче я молодец вот значит лекарства никакие не принимаю пью много воды чаю и и масло которое вообще никогда в жизни не ела но почему-то хочется масло на хлеб намазать сыру сверху вот это не моя еда но вот почему-то сейчас она мне нравится когда приходила врач участковая она сказала что мне можно выходить на улицу гулять ну естественно там не шататься по магазинам а вот там выйти недалеко где-то прогуляться но так что недалеко потому что чтоб не устать чтобы можно было вернуться но свежим воздухом дышать и мы с мужем совершили такую вылазку вечером под покровом ночи когда никого не было конечно на улице вышли мороз был там градусов наверное 11 ну как бы не очень сильно но знаете очень тяжело почему-то мне сразу стало здесь все обжигать и тяжело дышать маску одеваешь смысла тогда нет ну через москву как бы не такой холодный воздух проходит вот а тогда смысла нет а если значит маски смысла нет а если маску снять то вот обжигает ну короче я прогулялась а вот на четвертый этаж поднялась мелкими перевешками задыхают все таки тяжело дышать вот визуально это вот не чувствуется что вот там а когда начинаешь говорить или поднимайся прям чувствуешь вот такое вот тяжелое дыхание ну очень со мной все в порядке кроме того что я значит занимаюсь домашними делами перестирала кучу теперь нужно сесть все это перегладить вот мне привезли работу на дом чтобы не скучно было сейчас же пара отчетов бухгалтерских и моих коллег у них свои отчеты по своим компаниям вот и заниматься еще моей моей компании проблематично тяжеловато и мне привезли с работы системный блок привезли монитор в общем все необходимое у меня этого ничего дома нет потому что я не пользуюсь всем всеми вот этими стационарными компьютерами а там есть ноутбук но такой старенький уже с не уже с ним все вот мне достаточно ipad и телефона все что мне нужно делать и оттуда я могу сделать но за исключением работы вот мне все это привезли я тут села ударно поработала целый день сделала все отчеты бухгалтерские которые нужны были все 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 без исключения которые там даже нужно было до 1 апреля сдать в общем я уже сейчас до конца февраля все сдала теперь значит вижу абсолютно свободное вот но поскольку по здоровью прибавилось и возможности есть поработать я буду выполнять свою текущую текущую работу которую я делаю ежедневно на своем рабочем месте но вот буду только удаленно все это делать пока временно пока я на больничном пока меня не выписали на 4 число я записалась врачу на прием по всей видимости меня выпишут причем я спросила как же там вот анализы на вот это вот на антитела методом это и фу и фу по-моему называется вот несколько хочу какие проблемы вон по интернету запишись и вот и приходи типа тебе ж надо вот никто никаких направлений не дает записывайся сама иди вот то есть у нас вот так вот еще знаете что хотела сказать оказывается вот в комментариях читаю оказывается настолько много переболевших я прям даже не ожидала что вот настолько много из моих подписчиков людей которые перенесли это заболевание причем не только вот дома но и в больнице там лежали в разных госпиталях всей территории страны и настолько вот и на дзене я читаю настолько отличаются протоколы лечения и вообще система в в больницах вот кто-то писал вот честному хочу сказать хочу я про это забыть вот но ну наверное невозможно будет это сделать мне все все время в голову приходят эти вот воспоминания эти и в самом госпитале а тех вот больных которые там лежали об их судьбах то что они там рассказывали как они попали в больницу и как вообще у них протекало заболевание я вот кстати сегодня выложила дзен статью по этому поводу можете почитать вот и оказывается настолько много переболевших и некоторые люди мне пишут такие вещи от которых у меня просто волосы дыбом становятся кого-то лечили по телефону то есть врач не пришел к больному вообще консультировал по телефону я не знаю как можно по телефону кашпировский что ли там поводили руками и вылечили какой-то прям ужас не знаю кто кто-то писал что попали в госпиталь не помню в каком регионе в госпитале и там давали вообще буквально все начиная от зубной пасты индивидуальные зубной щетки и всех вот этих вот мыльных принадлежностей полотенце и все на цвете в общем все-все-все у нас такого не было кто-то говорил что а и что даже лекарства не нужно было вот я там написала статью на дзене что нужно с собой взять обязательно то есть но то что мне вот понадобилось вот обязательно я об этом написала а вот некоторые писали что у нас вообще просто все было писал что надо лекарства взять которые вы ежедневно принимаете там горит что нет вот у кого-то в госпитале прям давали уже эти лекарства такие же которые ежедневно принимают а кто-то писал что вообще ничего не было ну то есть если вы хотите лечиться в нашем госпитале то закупите пожалуйста лекарства такие-то такие-то но и само собой что это денег стоит немало вот я хочу в ближайшее время но сейчас чуть-чуть мороз ослабит и я сама немножко лучше себя почувствую я хочу съездить на реабилитацию спасибо подписчикам которые предложили мне эту программу реабилитации в нафаминском районе я если соберусь я вам о ней расскажу ну собираюсь туда поездить пока мне не на чем ездить ну то есть не нужно ехать общественным транспортом пока я опасаюсь это делать потому что ну во первых все таки карантин во вторых я еще слаба вот хоть ехать недалеко но все равно это ехать какие-то какой-то там напряг дополнительный вот но я наверное все таки чуть-чуть погодя это обязательно сделаю пройду курс реабилитации в этом медицинском центре вот такие у меня дела кто интересуется кто меня еще не забыл я с нетерпением жду когда приедет моя дочь привезет мне моих внуков драгоценных я смотрю их видео слежу за stories открываю те то что мне присылают таня иногда там с ними общаюсь онлайн вот они конечно хотят увидеть снег надеюсь что он тут не растает в ближайшие две-три недели и они хотя бы там поиграют снежки помните шим так и не удалось не буду задерживать долго ваше внимание спасибо что были со мной спасибо что поддерживаете спасибо за ваши комментарии увидимся в следующем видео и пока пока